Здравствуйте, в эфире Кампус Про. Сегодня мы решили поговорить о теме, которая близка непосредственно нам, работникам телестудии Дальневосточного Федерального Университета. С 20 марта по 29 апреля этого года в рамках Всероссийского фестиваля студенческого творчества «Студенческая весна 2014» проходит конкурс творческих работ «Журналистика». Стоит отметить, что студенты, обучающиеся на специальностях издательское дело и журналистика, не могут стать участниками данного конкурса. Зато у студентов всех других специальностей есть шанс попробовать себя в этом деле. Заявку на конкурс можно подать в нескольких номинациях – видеоролик, радиоматериал, фоторепортаж и публикация. Наши корреспонденты обратились за комментарием по поводу конкурса в Шульге Елене Анатольевне, специалисту Управления по делам молодежи администрации города Владивостока. Конкурс творческих работ «Журналистика» Управления по делам молодежи администрации города Владивостока проводится второй раз. Впервые мы его проводили в прошлом году, и он проходит в рамках Синоптического фестиваля «Синоптического творчества» «Синоптическая весна 2014». Согласно положению конкурса в заявке будет прописан только один человек, соответственно, группа, которая готовила сюжет на конкурс. Ребята должны между собой определиться, все-таки, кто будет, чья фамилия будет подана в заявку, в указанном заявке для участия в конкурсе. Это конкурс непрофессиональных творческих работ. В журналистике, в театральном искусстве, в вокальном искусстве, так же, как и студенты театрального вуза не могут принимать участие в номинации студенческой весны, связанной с театральным искусством, так же, как вокалисты не могут профессионально, которые занимаются вокалом, принимать участие в номинации «Вокал». То есть эти правила студенческой весны, они были раньше, и они действуют сейчас. Это конкурс непрофессионального студенческого творчества. Мы приглашаем молодых людей города Владивостока и Приморского края, потому что у вас открыт городской конкурс, принять участие в конкурсе творческих работ гирналистика и все-таки попробовать свои силы. Если вы учились на химфаке, на физика, на инженера, возможно, у вас есть талант, и именно этот конкурс журналистики поможет вам его получить. Ждем работы. Несомненно, попробовать себя в роли акулы-пюра, диктора, оператора или фотографа интересно и заманчиво, а возможность выиграть сертификат на стажировку в лучших СМИ города привлекает еще больше. Организаторы могут не волноваться. Как минимум, студенты из ДУФУ хотят и собираются участвовать в конкурсе. Это не просто наши догадки, а факт, подтвержденный самими студентами. Мы рассказали о конкурсе всем, кого встретили, и спросили, что они думают о нем. Смотрите далее. Я считаю, что это вообще хорошая возможность для студентов показать свои таланты, тем более не для журналистов, не для профессионалов. Я, допустим, учусь на рекламе «Связь с общественностью», и для меня это хорошая возможность поучаствовать. И тем более я бы поучаствовала в номинации видеоролик, так как сама очень увлекаюсь видеомонтажом, и для меня было бы это интересно. Это отличный конкурс, рада, что такое проводится. Я бы с удовольствием в нем поучаствовала. Думаю, это отличная возможность для многих студентов. Классно, что можно поучаствовать в таком конкурсе. И я бы снял бы видеоролик, потому что очень люблю снимать видеоролики. Я бы очень хотел поучаствовать в конкурсе журналистики, но, увы, не могу, так как я учусь на смежной специальности. А так конкурс хороший, участвуйте. Да, конечно, я слышала об этом конкурсе. Обидно, что не могут в нем участвовать и издатели, и журналисты. Но, думаю, для ребят, которые учатся на других специальностях, это конкурс, который удаст попробовать себя именно в нашем жанре. И я пожелаю ему удачи, так как это все-таки не очень-то легко. Как вы видите, нам уже удалось заинтересовать в конкурсе нескольких ребят. Будем надеяться, что студенты именно нашего университета будут фотографировать, писать, снимать, в общем, творить. И, может быть, именно они станут победителями. Все, кто интересуется журналистской деятельностью, считает себя способным работать в этой сфере, но и не имеет возможности, как мы, попробовать это на практике, участвуйте, выбирайте то, что вам ближе и отправляйте заявку. Ну а наш выпуск подошел к концу. До новых встреч! Субтитры создавал DimaTorzok